Иисус Скажите своему соседу, если б не Иисус, где б ты был сейчас, и присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Сегодня у нас с вами особенный день. Сегодня мы имеем служение причастия, и это хорошая возможность. Знаете, каждый раз, когда я думаю об этом, я думаю, Господь, как ты благ к нам, что Библия говорит, что когда ты приходишь к предсвятыню, да, то каждый испытывает себя. Представьте, мир живет, не испытывает себя. Живет, накапливает, собирает на день суда. Потом, как придут с этим багажом, сохрани, Господь. А мы с вами, по милости Божьей, разгружаем это все, аминь, и оставляем. В прошлое простираемся вперед. Отец, место мы здесь для того, чтобы изменяться для твоей славы. Боже, я молюсь о том, чтобы ты благословил каждому брату и сестру, кто сегодня, Господь, в это утро в доме твоем, Господь. Молюсь, Господь, также за тех, кто с нами через онлайн, Господь. Боже, ты проникай до разделения души и духа, и судьи наши тайные помышления. Боже, мы уповаем на Тебя, и мы благодарим Тебя за все. Тебе слава во веки веков. Аминь. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, четвертую главу. Евангелие от Луки, четвертая глава. И там записаны слова Господа, где Он говорит, где Он высвобождает Слово. И это слово, Он говорит таким образом. Смотрите, давайте мы посмотрим с 18 стиха. Евангелие от Луки, четвертая глава. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проводить лето Господнее благоприятно. Иисус высвобождает Слово, и Он говорит, что Я Тот, Который послан. На самом деле, Иисус приходит, представляете, в синагогу, и Он высвобождает это Слово. То есть, другими словами, Он декларирует определенные намерения и цели Своего служения. И Он тут говорит такие слова, что «Бог помазал меня, Дух Господень, для чего? Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Я хотел бы, чтобы в это утро мы порассуждали о нашем пути к исцелению. Многие из нас, мы иногда немощные, иногда слабые, иногда проходим через какие-то болезни. И нет ни одного из нас, который бы сказал бы, знаешь, вот я вот так вот прожил там 70 или 80 лет, и вот ни рука, ни нога, ни зуб, ни голова, ничто у меня никогда не заболело. Каждый из нас может рассказать какую-то свою историю. И каждый из нас с чем-то борется. И не обязательно это должна быть какая-то физическая боль. Кто-то из нас носит боль, которая не является физической, но она намного сильнее кровоточит внутри нас. Это наша какая-то душевная боль. Это наше какое-то переживание, которое однажды мы пережили в своей жизни. Нету ничего, знаете, более сложного, когда мы начинаем говорить, скажем так, о прощении. Потому что когда ты начинаешь говорить о прощении, люди всегда вспоминают какую-то свою историю, которая произошла с ними. Они как бы не видя, не слыша, не зная, а имеют это внутри себя. Даже порой не понимая, почему у них это осталось и почему оно имеет место быть. И самое интересное, что вот путь к исцелению, путь к нашему благословению, о чем Иисус говорит, я пришел отпустить измученных. Оказывается, есть люди, которые мучаются. Я пришел освободить пленников. А в каком плену люди могут быть? Неужели все сидят в тюрьме, неужели все заключенные, неужели все в каких-то оковах? Но Иисус говорит о каких-то других наших внутренних переживаниях, где Он хочет принести нам исцеление, где Он хочет принести нам свободу. Я недавно услышал одну историю, которая очень сильно меня удивила. Она удивила меня по нескольким причинам. И одна из причин, которая была, это то, что я подумал, неужели это будет иметь место быть, и неужели это взаимосвязано. Я недавно был в одной поездке и встретился с одним пастором. Вот мы общаемся с ним, и у нас как-то зашел вопрос о взаимосвязи обиды с болезнью. Мы часто с вами это не взаимосвязываем. Мы часто считаем, что наше огорчение – это огорчение, а наши физические переживания – это физические переживания. И, конечно, когда мы приходим к доктору, он нам обосновывает. К примеру, у вас это и это, потому что вы, наверное, переохлаждение получили. У вас вот это и вот это, наверное, вы неправильную пищу кушали. У вас, наверное, вот это и вот это, наверное, потому что вы там где-то, может, когда-то там еще что-то с вами произошло. То есть есть некая логика в объяснении наших каких-то причин болезней. И мы не связываем нашу обиду с болезнью. Нам ни один доктор не сказал, когда мы пришли к нему, сказали, слушай, постоянные головные боли какие-то, какой-то стресс, звон в ушах, повышенное давление. Тебе доктор говорит, я знаю, в чем причина. Это обида. Вот вы просто обиделись, и вам надо просто вот избавиться от этой обиды. Врачи, они, люди, знаете, такие реалисты, они пытаются вникнуть в каждую проблему, у них есть какое-то определенное логическое объяснение. Но практика жизни показывает интересные моменты. Я услышал одну историю семьи, которая очень сильно побудила меня рассуждать, чтобы говорить об этом. Одна сестра в Господе вышла замуж за человека одного. Они не очень хорошо знали друг друга. Она была очень ревностная христианка, она на всех молитвах, она на всех служениях. Она вышла замуж, она родила троих деток. У нее в семье росло три девочки. И вот у одной из девочек в 13 лет признают рак крови, лейкемию. Врачи начинают обследовать ее, начинают послать на различные тесты, начинают пытаться как-то помочь. И вот однажды они садят маму и говорят, что у ребенка никогда не будет детей. Потому что если она будет проходить через какое-то определенное лечение, там еще что-то, то, возможно, она никогда не получит полное здоровье. И вы должны просто приготовиться к тому, что это болезнь, которая очень сложная, это болезнь, которая не поддается такому простому какому-то лечению, чтобы мы могли вам помочь. Мы будем стараться. И вот они пытаются помочь этому ребенку, и в это время происходят какие-то страшные события в семье. Их отца арестовывают и обвиняют в том, что он там домогался каким-то детям, он какой-то был там спортсмен, и в конечном итоге его обвиняют в том, что проблема была с педофилией. Страшное обвинение, трагедия в семье, все кругом потрясены, никто не ожидал, что такое вообще могло случиться. И вот девочке уже 14 лет, проблема ее прогрессирует очень сильно, болезнь ее прогрессирует. В это время происходит суд над отцом. И девочка говорит маме, я хочу пойти на суд. И когда она пришла на суд, она попросила слова у судей. И она начала говорить отцу такие слова. Пап, я пришла на этот суд, чтобы сказать тебе кое-что. Отец сидел, гыгыкал, смеялся. Он делал вид, что он не совершал никаких преступлений, он всем видом показывал свою непричастность, пренебрежение ко всему, что происходит. И эта девочка сказала ему такие слова. Пап, я здесь не по твоему делу. Я не знаю, виноват ты или не виноват. Я не знаю, кто прав, кто нет в этом деле. Но я тебе хочу что-то сказать от себя. Пап, я прощаю тебя. Я прощаю тебя за то, что ты не уделял нам время. Я прощаю тебя за то, что ты не помогал нам. Я прощаю тебя, что ты грубо относился к нам. Я прощаю тебя, потому что ты был неправ по отношению к маме. Я пришла сюда, чтобы сказать тебе о том, что, папа, внутри меня обида. И я прохожу непростое время в своей жизни, поэтому я хочу примириться с тобой и сказать тебе о том, что я прощаю тебя. Эта девочка ушла из суда. Отца судили, ему дали очень большой срок. Но что-то произошло с этой девочкой, что удивило очень сильно врачей. После очередного теста они не обнаружили рака в ее крови. Они отправили ее на дополнительные исследования. Они начали задавать вопросы. Они начали проверять свои предыдущие тесты. И они были весьма удивлены. Лейкемия ушла из ее тела. Эта девочка вышла замуж спустя пять лет. Сегодня у нее двое детей. Она вышла замуж. Она родила деток. И по сей день она здоровый человек. Многие из нас, проходя через определенные душевные переживания, мы зацикливаемся на неком, знаете, повышенном чувстве справедливости. Особенно, когда мы глубоко верующие люди, нас возмущает несправедливость. И когда мы проходим через какие-то определенные обстоятельства, мы видим эту несправедливость. И многие из нас, мы понимаем, что вот так нельзя делать. Это неправильно. Но это настолько сильно нас цепляет, что потом мы годами носим это. Часто мы обижаемся друг на друга. Часто мы, знаете, огорчаемся от каких-то чьих-то поступков или действий, или слов, которые мы слышим. И мы допускаем это внутри себя так глубоко, что потом это становится причиной наших серьезнейших болезней. Я не знаю, почему эта девочка в 14 лет сделала это. Наверное, Бог Духом Святым коснулся этого ребенка, потому что мама была и остается весьма верующей женщиной. И она воспитала детей в духе Божьей праведности. Но этот ребенок не пошел, потому что, знаете, папа исправился. Этот ребенок не пошел, потому что что-то изменилось. Это было ее решение остановить то, что было причиной ее отравления, вот этой проблемой, которая была внутри ее. Возможно, этот ребенок даже не понимал, что это было все взаимосвязано. Но что-то произошло именно в тот момент, когда она высвободила слово прощения. И я подчеркну, что это не говорит о том, что папа изменился, знаете, и ребенок пришел и сказал, я тебя прощаю, потому что ты стал другой. Папа оказался еще намного хуже, чем, может быть, ребенок думал. Но не позиция отца принесла исцеление ребенку, а именно отношение ребенка по отношению к отцу изменило будущее этого ребенка. Скольким из нас нужно поговорить с Богом о тех ранах, о тех переживаниях, о которых Писание говорит евреям, что смотрите, чтобы какой горький корень не появился внутри вас. Это горький корень не тот, который, знаете, может быть, что-то, какое-то действие там, которое ты сделал, а то, что кто-то, может быть, посеял в тебя, и оно начало произрастать. Это произошло незаметно. Но что-то отравило тебя так сильно, что ты перестал иметь этот мир Божий внутри себя, о котором Писание говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума. То есть мир Божий, который превыше всякого понимания нашей логики. Вы думаете, когда Иисус висел на кресте, и Он говорит отцу, прости их, потому что они знают, что они делают. Вы думаете, что действительно эти люди не знали, что они делают? Они знали, что они делают. Это было осознанное решение этой толпы, осознанное решение того общества. Они осознанно выбрали между преступником и Сыном Божьим. Это было их осознанное решение. Но Иисус приходит пред Отца, страдая, не призывает Божью справедливость на них, не призывает Божьи суды, не призывает легионы ангелов, чтобы сразились за Него, потому что Он страдал ни за что. В Нем не было вины, в Нем не было преступления, в Нем не было ничего того, что могло бы привести Его на Голгофу. Но Он становится ходатаем пред Отцом Небесным за этих людей. Знаете почему? Это было Его решение. Мы можем сказать, ну да, Он был Господь, потому Он мог так сделать. Но послушайте, Он был и человек. Он был и человек. Мне нравится история одной удивительной женщины в Библии. Давайте мы откроем первую книгу Царств, 25 главу. Со второго стиха, с 25 главы. Первая книга Царств, 25, со второго стиха. «Был некто в Муане, и имение его накормили». Человек очень богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя того человека Навал. Имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Интересно, что Навал был потомок героя веры. Когда они входили в обетованную землю, они входили, знаете, достаточно скромно. У них мало что было. Но Халев берет те горы, и Халев берет те земли, о которых Бог говорил с ним. И вот представляете, вот потомок Халева, он знает эту историю. Он знает историю великой Божьей славы. Но что-то где-то внутри его происходит. Такое иногда случается с нами. Знаете, когда мы Господом взяты из самого дна нашей жизни, из нашей великой нужды, от наших великих каких-то проблем, от наших каких-то великих переживаний. И Бог берет нас из ничего, и Он начинает поднимать нас. Библия говорит, что Халев стал весьма богатым человеком. Что-то произошло с ним. Гордость подошла к его сердцу. Я недавно разговаривал с одним очень успешным бизнесменом, и он специально встретился со мной. Он приехал и говорит, я хочу поговорить с тобой. Он рассказал мне интересную историю. Он сказал, что я очень легко мог заработать миллион долларов. Я знал все входы и выходы в бизнесе. Я знал, как надо вести бизнес. Я, говорит, знал и умел делать все. И я действительно знаю этого человека, и я знаю, что он был очень весьма успешным. Но, говорит, в один день я уткнулся в стену. Все мои знания не работают, все мои связи не помогают, все мои возможности исчерпаны. И я, говорит, на семь лет вошел в такую долину своей жизни, что, говорит, мне приходилось перебиваться с воды на хлеб, чтобы каким-то образом просто помочь моей семье. И он, говорит, ты понимаешь, однажды, молясь, я, говорит, понимаю, что просто Бог вышел мне навстречу и остановил меня. И просто включил стопы мне. Я начал видеть, что я начал делать что-то не так, я начал поступать как-то не так, как я должен. Я увидел, говорит, что где-то гордость подошла ко мне, где-то пришло, говорит, о себе больше понимания и знания, чем я есть. И ты знаешь, говорит, пока, говорит, я не поправил свои отношения с Богом, говорит, я только сейчас, говорит, второй год, как начинаю выходить с этого глубочайшего кризиса своей жизни. Но если бы ты знал, что мне пришлось пережить за эти семь лет, это невероятные, говорит, тяжелейшие годы моей жизни. И, говорит, я знаю, за всем этим стоит Бог. И вот представляете, навал потомок великих божьих людей, людей веры, людей великой победы, познания Бога. но на каком-то этапе его нрав и его сердце ожесточаются. Знаете, я недавно слышал такой интересный разговор. Брат мне один рассказывал. Они разговаривают с одним братом, а я знаю историю его брата. Он был такой, знаете, ну, сказать, что бедный, не сказать ничего. Да, ну, такой очень. Я не скажу, что он там прям сильно нуждался, но был достаточно бедным человеком. И на каком-то этапе он чуть-чуть приподнялся. Я не скажу, что он такой суперуспешный, но, слава Богу, у него есть достаток и у него, он может себе позволить больше, чем другие. Вот их рассуждение о десятине. И он ему говорит, ты знаешь, говорит, я начал изучать этот вопрос и я понял, что десятину не надо давать в церковь. Потому что, говорит, тот не нашел, я, говорит, ответа и понимания, говорит. И единственное, говорит, что хорошо, это для пасторов, говорит, что вот, если мы даем десятину церковь, то это пасторам хорошо. Я был так удивлен. Я же знаю твою историю, когда у тебя вообще ничего не было. И сейчас ты еще не так много имеешь, но ты уже имеешь злой нрав, чтобы закрыть свое сердце от того, от кого пришло тебе все это. Я думаю, ну надо же, как быстро все меняется. Достаточно чуть-чуть иметь, и мы уже начинаем, знаете, как думать, что мы те, которые мы можем распорядиться Божьим. Поэтому я в церковь не дам, а что вдруг там неправильно распорядятся. Но мне нравится то, что он сказал, говорит, я понял, что хорошо десятина для пасторов. Аминь, брат, ты прав, потому что в отличие от тебя мы даем десятину в церковь, и мы верим, что это хорошо, поэтому мы не нуждаемся. Но я удивлен был. Знаете, почему? Потому что это дух навала, это ожесточение сердца. Это то, когда Давид посылает, и мы читаем эту историю, и Давид посылает, и он говорит, пойдите своим слугам, и говорит, пойдите к Навалу. Я советую вам прочитать эту историю дома. Пойдите к Навалу и скажите, когда мы были при стадах их? Другими словами, мы могли прийти и взять любую овцу с его стада. Мы могли прийти в стадо, и мы могли забрать половину его стада, но мы никогда это не сделали. И Давид говорит, пойдите и скажите, что когда их пастухи были при нас, то мы защищали их, мы помогали им, мы заботились о них, но сегодня я услышал, что у тебя Навал стрижка овец, и я хочу, чтобы ты поучаствовал. Дай нам хлебов, дай нам от того, что ты стрижешь, потому что у тебя три тысячи овец, у тебя тысячу коз, у тебя достаточно, ты весьма богатый, удели. Вы знаете, когда эти слуги пришли, то Навал в своей жестокости говорит, я знаю много тут беглых, я знаю много тут таких, знаете, кто они такие, кто этот Давид такой, чтобы ему давать. И он прогнал этих слух. И Давид был весьма возмущен. И Давид сказал, я пойду и к завтрашнему дню, к утру, не оставлю ни одного мужчины в его окружении. Я приду, и я не оставлю ни одного мочащегося к стене. И в это время один из слух приходит к Авегее, жене, и рассказывает эту историю. И Авегея, мудрая женщина, она понимает, что дело плохо закончится. Она не знает, что Давид уже идет навстречу, но она понимает, что что-то не так. и Библия говорит, и она берет слух своих, и она навьючивает хлеб, и она берет изюм, и она берет пять овец, и она берет там спеченное мясо, и она просто идет ему навстречу. И Библия говорит, когда она увидела Давида, она сошла и поклонилась ему, и сказала, когда ты был при стадах, у нас ничего не пропадало, когда твои люди были рядом с нашими пастухами, они их не обижали. И она высвобождает слово, где она ему говорит, если ты прольешь кровь, это будет нарекание для тебя, но у тебя есть призвание от Бога, чтобы никто не обвинил тебя, что ты пролил кровь из народа своего, не делай этого. И она становится человеком, который становится заступником за, может быть, сотни людей, которые там работали, потому что вот эти невинные люди, они бы все пострадали бы, пришла бы беда в их жизнь. Но Авигея преклоняется перед Давидом и Давид говорит ей, ты сохранила меня. 35-й стихе принял Давид из рук то, что она принесла ему и сказала, иди с миром дом твой, я послушался голоса твоего, почтил лицо твое, пришла Авигея к Навалу, а у него пир в доме, как пир царский. Сердце Навала было весело, он же был очень пьян, не сказала ни слова, ни большего, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жену рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дни через десять поразил Господь Навала, и он умер. Кажется, такая странная история. Один злоречивый, а другая мудрая. Но вот эта мудрая, она идет и защищает этого злоречивого, и она защищает помазанника Божьего от пролития крови, что когда он войдет на трон, его не обвинят в кровопролитии, его не обвинят в том, что ты наших, своих поразил. Но вы знаете, что происходит? Она не знала, что своим поведением и своим решением она открыла великую перспективу для себя. Она еще этого не знала. Через десять дней она стала не женой злоречивого и жестокого человека, она стала женой царя Израиля. Бог почтил ее. Бог открыл перспективы для нее, ее отношения, ее сердце. Часто мы больше смотрим на навалов и мы думаем, что покаяние навала что-то изменит в нашей жизни. Мы часто закрываем перспективу для себя в том, чтобы прийти и годатайствовать за навалом. Знаете, почему? Слишком больно, слишком тяжело, невероятно начинаешь вспоминать слезы текут. Нету ничего более трогательного, чем говорить об обидах. Если бы мы сегодня начали культивировать тему обид, если бы я начал говорить, какие могут быть обиды, что еще, плакали бы половина зала. Но наша цель не поковыряться, побудорожить наши эмоции в обидах. Наша цель исцеления. Ты хочешь открыть перспективу для себя? Не жди покаяния навала. Открывай свое сердце пред Богом и приноси эту молитву умилостивления, чтобы тебе пришло исцеление. Авигея, она защитила многих людей, которым помогла, но прежде всего она открыла перспективу для своей жизни. Ты все еще хочешь жить? Ты хочешь иметь благословение в своей жизни? Ты имеешь навала вокруг себя? Может быть, ни одного, кто был жесток, кто был черст, кто был чрезмерно, может быть, жесток с тобой? Поговори с Богом об этом человеке, потому что это нужно не тому человеку. Знаете, какая-то девочка, она пришла к отцу, и там не было какого-то примирения, там не было такого, что дочка, прости меня, я не прав, я действительно ты оказалась права. Нет, там отец смеялся, сидел, там отец, знаете, делал вид, что ничего не происходит, но девочка что-то меняла в духовном мире. Ты задашь вопрос мне, что мне делать с тем, кого уже нету, может быть, даже в живых, но рано еще кровоточит. Поговори с Богом, потому что это нужно не тому, кто живой и тому, кто мертвый, это нужно тебе, чтобы получить перспективу от Бога, чтобы жить и быть благословенным. Потому что Писание говорит евреям, как я уже начинал говорить это место, 12 глава, 15 стих, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Оказывается, когда я становлюсь носителем вот этого огорчения, или я когда становлюсь носителем вот этого ожесточения сердца, я начинаю проекцировать это на других людей, я начинаю это открывать от избытков сердца, говорят, уста. И люди, представляете, общаясь с нами, они, мы сеем в их жизнь, то, что внутри нас. А мы должны быть носителями благовести, мы должны приносить исцеление, а мы часто приносим свою боль туда. Знаете, почему? Мы не исцелены. А Иисус говорит, я пришел, для чего? Чтобы отпустить измученных, потому что ты в этом огорчении мучаешься годами, чтобы исцелить сокрушенных, чтобы отпустить. А кого надо отпускать? Это, наверное, те люди, которые в зависимости, вот они, наверное, в зависимости, это, наверное, наркоман, алкоголик, он в зависимости, его нужно выйти на свободу. Нет, это тебе надо выйти на свободу. Это ты закрыл себя от Божьей благодати. Ты начал думать, что вот какие эти люди, ты не видишь Бога в своей жизни, потому что часто это были отцы. Представьте, если бы девочка смотрела на Бога, как через призму понимания своего поведения отца, она бы никогда не приняла бы Бога как отца, потому что она бы говорила, ну как, я не понимаю, какой может быть Бог-отец, если мой папа был такой жестокий. Поэтому, знаете, мы часто пугаем даже друг друга, смотри, потому что Бог накажет тебя. Потому что мы проекцируем именно наш взгляд на человеческого отца, потому что отец был чрезмерно жесток, может быть, с тобой. А Бог хочет отпустить тебя. Бог хочет исцелить тебя. Бог хочет дать тебе свободу. И не важно, как ведет себя навал, важно, как повела себя Авигея. Представляете, вот эти сотни людей, они были благодарны, потому что Авигея не было тогда, когда это произошло. Она даже не слышала разговора навала. Я думаю, что если бы это было при ней, она бы сразу отреагировала. Но слуга пришел и сказал, плохой знак, плохой знак. Приходили люди, попросили. Другими словами, пришли, попросили на служение, но он так ожесточился, что, наверное, конец скоро нашему предприятию. И Авигея пошла и говорит, нет, стада останутся, овцы останутся, богатства останутся, люди останутся. И она даже стала ходатаем перед тем, который был очень жесток. Но Бог, написано, поразил жестокого. Бог поразил жестокого. Вы знаете, зло, оно наказуемо Богом. Поэтому нам часто хочется, знаете, чтобы возмездие было в наших глазах. Мы называем это справедливостью. Раз он был жестокий, раз он был неправ, пусть он переживет жестокость, пусть он пройдет через неправоту. А Бог говорит, не переживай, отдай мне это. Отдай мне это. Ну, отпусти себя от того, где ты есть. Давайте мы встанем. Может быть, ты сегодня проходишь через определённые отношения. Может быть, в твоей жизни появился навал, который очень жесток, который очень несправедлив с тобой, который может быть обидел и причинил боль многим людям. Знаете, что меня удивило, что вот этот негодный отец, да, его обвинили по страшной статье. Но его девочки не заявили о том, что он с ними что-то допустил такое. Он этого не допустил с ними, но он допускал это с другими. И, наверное, девочка могла бы вообще отреться от отца и сказать, что если вот такое есть в твоей жизни, я не хочу, чтобы... Она могла бы прийти в суд и сказать, что ты больше для меня не отец. Я не хочу знать тебя. Я не хочу даже носить твою фамилию. Я возьму фамилию мамы. Я хочу, чтобы ты забыл, что есть я у тебя. Ты для меня не существуешь. Она имела это право сказать. Это был страшный позор семьи. Об этом писали все газеты, об этом говорилось по телевидению. Это обсуждалось везде. Но эта девочка, она открывала перспективу для себя. Она принимала решение служить Богу. Некоторым из нас, которые служим Богу, проходим через вызовы, через трудности, нам нужно снова и снова принимать это решение. А я буду продолжать следовать за Христом. И может быть, ты, Таавеге, которая придешь пред лицо Господне, и ты поговоришь с Богом. И ты поговоришь с Богом о том, кто, может быть, даже не достоин, чтобы о Нем говорили, но ты отпустишь измученного свою душу. Ты отпустишь диагноз, который держит тебя. И многие из нас, пройдя домой, мы обнаружим исцеление, и мы будем свидетельствовать, потому что это не было какое-то служение исцеления, это было служение, принятие моего решения, «А я буду служить Богу». «А я буду служить Богу». «Господи, я принимаю решение, я прощаю, я прощаю». Эта девочка на суде совершила то, чего не могли сделать врачи. Она сделала то, что никто в жизни бы не смог бы ей помочь, а Бог через нее свидетельствовал врачам, что такое бывает. Прощение приносит исцеление. И мы сейчас будем молиться. Мы будем молиться за святыню, чтобы Бог бласвил чашу, и Бог бласвил хлеб. И мы будем молиться о нашем духовном внутреннем состоянии. Я не знаю, есть навал в твоей жизни или нет, но если есть тот горький корень внутри тебя, сегодня пришло время засохнуть ему. Сегодня пришло время принять тебе решение и поговорить об этом с Богом. Я хотел бы, чтобы во время молитвы ты мог бы поговорить с Богом о том человеке, который сегодня пришел тебе на память и на сердце, когда звучала эта проповедь. И может быть, этот человек был очень жесток. Возможно, он не понес никогда своего наказания за то, что он делал зло, но мы отдадим это Богу, а с Ним поговорим о нас, и мы скажем, Господи, мы принимаем решение. Мы не оправдываем его, и мы не говорим, что он идеальный. Мы принимаем решение. Господи, мы прощаем. Я думаю, что Иисус, который висел на Голгофе, вот именно он это совершал. Он говорил Отцу Небесному, прости им, прости им. Разве они не знали, что они делали? Знали, но он стал ходатаем за них, чтобы совершить то, что отпустит меня, отпустит тебя и даст тебе исцеление во имя Иисуса Христа. Отец, вместо мы приходим пред лицо Твое, и мы открываем свои жизни для Тебя. Господи, мы принимаем решение, Господь, простить тех, которые причинили нам боль. Мы принимаем решение, Господь, покрыть Твоей любовью, Господь, то, что очень сложно и трудно было сделать в нашей жизни. Я ходатаюся, Господь, пред лицом Твоим за тех, кто, может быть, раной своего сердца носит, Господь, по много-много лет. Господи, я стою пред лицом Твоим и ходатаю стою за каждого, кто сегодня принимает решение простить. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня, Господь, горький корень внутри нас, Господь, Он засох, Он умер, Он оставил нас навсегда. Господи, сохрани нас от сердца навала, сохрани нас от ожесточения, сохрани нас от того, что мы забыли, Господь, откуда все пришло в нашу жизнь. Господи, прости нас. И мы, как Авигея, Господь, ходатайствуем за тех, Господь, кто недостоин, чтобы за них ходатайствовали. Но мы просим Тебя, Господи, прости им. И мы, Господь, принимаем решение простить этих людей. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы исцеление пришло. Я молюсь, Господь, чтобы каждый, кто будет, Господь, кушать от хлеба, Господь, Твоего, пережил, Господь, благодать и милость, Господь. Пережил, Господь, жизнь с избытком, Господь, Твоих благословений, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы чашу, которую будут кушать мои братья и сестры, Господь, она стала чашей благословения, Господь, для каждого во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы каждый, кто будет кушать из чаши Твоей, Господь, получил, Господь, духовное, душевное и физическое исцеление. Господи, я молюсь о том, чтобы многие люди, Господь, свидетельствовали о Твоей великой славе, Господь. Боже, мы принимаем еще раз и еще раз решение следовать за Тобой, Господь. Мы еще раз и еще раз, Господь, преклоняемся при Тобой, и мы благодарим Тебя за все, что было в нашей жизни, Господь. И мы прощаем, Господь, наших гонителей, Господь. Мы благословляем, Господь, тех, кто, Господь, причиняли нам боль, Господь. И мы отдаем, Господь, в Твои руки, Господь, этих людей. А мы, Господь, принимаем решение следовать за Тобой. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие поклонения, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Если Вы с нами через онлайн, и Вы принимаете причастие, Вы можете взять хлеб, и можете принять его вместе с нами. И пусть Бог благослит Вас, всех, кто с нами сегодня через онлайн, и Вы находитесь в определенных обстоятельствах, когда не можете быть в Доме Господнем. Пусть милость и благодать Божья будут на Вас. Пожалуйста, братья. Пусть милость и благодать